Начинаем совместную пресс-конференцию на тему патрулирования зданий и района, прилегающих к южному вокзалу города Харькова, совместными силами гражданских организаций. У нас сегодня представляют гражданские организации Сергей Сыч, представитель грамматической самообороны, Олег Осохов, лидер Слава Остаповского казачьего ВИСКО, Андрей Санин, политическая организация «Правый сектор» и Сергей Быстров, командир 15-го запасного домика «Правый сектор». Пожалуйста, Сергей Романович. Уважаемые друзья, цель нашей сегодняшней пресс-конференции – это донести до общественности ситуацию, которая происходит с охраной правопорядка на южном вокзале и вообще в инфраструктуре южной железной дороги в Харьковской области. Начнем по порядку. С 1 августа 2015 года в связи с реорганизацией, которая проводит МВД в своих структурах, сотрудники милиции линейного отдела на южном вокзале перестали выполнять свои служебные обязанности. То есть перестали выходить на работу, на патрулирование территории южного вокзала и прилегающей территории, как таковые в Абче. Мы прекрасно знаем, что южный вокзал и понимаем, да, это стратегический объект всеукраинского значения. Опять же, это крупнейшая транспортная развязка в Харьковской области и вообще в городе Харькове. И отсутствие там сотрудников милиции, ну это в общем-то провокация, прямо скажем, провокация и мы не могли обойти эту ситуацию стороной. Мы, я это говорю, это группа общественных организаций, которые в нашем городе занимаются защитой граждан и общественного порядка. Соответственно, эту информацию мы получили от волонтеров южного поста, которые постоянно находятся на вокзале, и от наших граждан. Сообщение было следующее. На милиции, вернее, на вокзале полностью отсутствует милиция. Соответственно, мы вынуждены были реагировать. Теперь я слово передаю Андрею Саневу, он более подробно расскажет, как это все начиналось. Первого августа, когда было уже полностью понятно, что милиция оставила южный вокзал, мы решили, что ждать нам некуда. Стратегический объект не может быть бесконтрольно. Тем более, город у нас не сильно спокойный, и мы с ребятами сели и четко отработали, как мы начинаем действовать. Вышли первые патрули. Мы закрывали патрулями, получается, 1-го, 2-го, 3-го патрулями правого сектора. 3-го числа собралась активная часть патриотических организаций, и было принято решение о совместных патрулях. И уже со вторника, 4-го числа, уже вышли совместные патрули. На данный момент мы пытаемся полностью перекрыть вокзал. Милиция на содействие идет, но те силы, которые она выделяет, их явно недостаточно. Дальше я хочу передать слово своему коллеге Сергею Быстрову. В самом начале, когда только формировался 15-й батальон Дух правый сектор, мы говорили, что батальон формируется для безопасности города. Это как раз, ну, вокзал – это один из главнейших стратегических объектов города. Естественно, мы не могли остаться в стороне в этой ситуации. Только поступила информация, что в связи с конструкцией, какими-то вопросами, милиция не в состоянии, хотя даже этот сам момент, милиция не в состоянии, а патрулировать вокзал. Мы, естественно, вышли, вывели своих людей для патрулирования. Не буду говорить там долго, мне, могу сказать одно, то есть, как бы, нету никаких, нету на сегодняшний момент никаких, никакого понимания с милицией на вертикальном уровне. То есть, как бы, опять-таки, руководство милиции как-то относится к этому достаточно прохладно. Но, тем не менее, вот на горизонтальном, те люди, которые, те правоохранители, которые участвуют с нами в патрулировании, Ну, не то, что они никаких претензий не высказывают, а, ну, как раз наоборот, очень рады. Потому что, ну, неоднократно присутствие на вокзале, присутствие лично на вокзале во время патрулирования, видел, ну, отношения милиционеров к нам. То есть, как бы, они очень довольны, потому что, ну, бойцы очень эффективны. То есть, они не относятся, они горят, они хотят, они не пропускают мимо никаких правонарушений. То есть, не буду говорить там, сейчас вот еще коллега расскажет непосредственно статистику по вокзалу за задержание. А могу сказать одно, то есть, как бы, был задержан даже педофил. Педофил, который, ну, покушался на 15-летнюю девушку. Вместе с правоохранителями нашли, ну, тот гараж, где он прятался. Вызвали МЧС, впоследствии там подключили для того, чтобы вскрыть, потому что не хотел открывать гараж. Впоследствии нашли, где живет, взяли ключи от гаража, открыли. Сейчас дело передано в Ленинский район. Ленинский район ведет это дело и под нашим контролем, то есть, как бы, хотим довести до конца. Валерий, пожалуйста. Громадская самооборона, я кей-то, это Почолия Сергеевич и Виталий Тропачеву подключились к патрулированию Южного вокзала и в соображении следующее. Южный вокзал действительно является стратегическим объектом. На вокзале он работает круглосуточно, собирается, ну, очень усиленно повышенная криминогенная обстановка, собираются различные преступники, лица безопределенного места жительства. Значит, вокзал притягивает, естественно, всех, которые хотят чего-то украсть, опять же, педофилов и прочую нечисть нашего города. То есть, в связи с реорганизацией Министерства внутренних дел Украины, деятельность транспортной милиции была, ну, как бы, отделы были ликвидированы и функции были переданы в районные отделы внутренних дел. То есть, сейчас транспортной милиции, как таковой, не существует. Значит, если раньше на вокзал патрулировало, ну, в каждую смену 25 милиционеров, плюс были оперативные службы, то сейчас мы обращались в линейный отдел транспортной милиции на станции Харьков-Пас, они пояснили ситуацию. У нас сидит два человека, которые охраняют здание. Все функции, переданные в Ленинский РОВД, контактируйте с Ленинским РОВД. Естественно, Ленинский РОВД с удовольствием бы, как бы, все патрулировал, но у них не придали. Им передали дополнительную нагрузку по патрулированию, но не передали силы и средств для ее осуществления. Ну, пока идет вопрос реорганизации. Насколько мы знаем, у нас создается патрульная полиция, которая, когда, наконец, выйдет на патрулирование, разгрузит, естественно, весь город по патрулированию. Но в настоящее время сложилась патовая ситуация. То есть, четыре работника Ленинского РОВД плюс приданные силы Национальной Гвардии, они, как бы, охватывают часть той работы, которой занималось управление транспортной милицией. Но без помощи общественных активистов они просто не могут закрыть физически все эти вопросы. То есть, поэтому, как бы, сейчас каждый день на вокзал выходит объединенный отряд охраны общественного порядка и защиты государственной границы, состоящий из активистов громадских формулаций, охраны громадского порядка, такого, как громадская самооборона, такого, как Харьковская местная громадская формулация, охраны громадского порядка и державного кордона. Также подключаются активисты других организаций. Все это происходит при содействии милиции, как правильно сказал Сергей, на горизонтальном уровне содействия полное. То есть, патрули милиции приходят, они проводят инструктажи, они с активистами и с членами громадских формулаций патрулируют вокзал в ночное время. Естественно, эта ситуация не может продолжаться вечно, поэтому мы бы хотели обратиться к официальным властям, для того, чтобы как-то этот вопрос быстрее разрешить. То ли добавить патрулей в Ленинский, то ли как бы придать им силы для того, чтобы закрыть этот вопрос, для того, чтобы харьковчане, гости нашего города, чувствовали себя в безопасности. То есть, за время патрулирования было прекращено две драки, был задержан как бы лицо, которое подозревается в изнасиловании, были выявлены ряд мелких и более крупных правонарушений. Все материалы передавались непосредственно в Ленинский и Октябрьский райотделы внутренних дел. То есть, имеются рапорты, ведутся книги, как бы... Естественно, не все хорошо, но дело для многих новое. Конечно, чем отличаются члены громадских формулаций? Это люди мотивированные, это люди, которые по зову души пришли защищать именно общественный порядок. Ну, причем, замечу, это все делается на свои собственные средства, то есть, за это никто не доплачет, люди тратят время, люди тратят, как бы, свои там деньги на все это, на экипировку, на телефон и на все остальное. Поэтому многие харьковчане, особенно там и работники вокзала, очень, как бы, благодарят членов громадской формы ВАН, которые находятся на вокзале в настоящее время. Но есть еще над чем работать, и я думаю, к сожалению, на сегодняшний день мы не видим здесь представителей МВД. Но, думаю, в рабочем порядке все это дойдет до логического конца. То есть, если есть вопросы, задавайте. Я бы хотел добавить, да, если позволите. Я прошу прощения, мы не обозначили все общественные организации... По порядку, кто участвует в этом, так называемом, народном патруле на Южном, да, так как мы шутим, да, и в хаотическом порядке, да. Ну, во-первых, уже говорили, это громадская самооборона, так, это правый сектор, это 15-й зебат правого сектора, это группа «Сотня Лева», это союз спортивных болельщиков харьковчане. Я кого-то пропустил еще из наших коллег? А, да-да-да, казаки, конечно. И еще некоторые небольшие группы. Также обозначу то, что часть наших ребят – это бывшие атошники. То есть, это будет справедливо. Кто-кто? АТО. Это ребята, которые уже отдали долг своей стране, воюя на востоке Украины. А, можно, почему... Да, пожалуйста, по поводу. А, скажите, пожалуйста, а сколько человек каждый день патрулирует вокзалы из громадской формулы? Значит, каждые сутки, да, не каждый день, потому что мы патрулируем и день, и ночь, мы выводим где-то порядка 20-25 человек. И скажите, пожалуйста, есть у нас еще автомокзалы, и есть у нас еще ряд железнодорожных станций и вокзалов в Харькове. Как там ситуация обстоит? И вообще, вот вы такую ситуацию, на самом деле, страшную... Да, это ненормальная ситуация назначена. А, скажите, раз и с первого числа никого там не было, да? То есть, как бы, вы выходили на Дмитриева? Что он на это сказал? Как это вот можно вот понимать, да? Стратегический объект в один момент остался без ничего в такое террористическое время, да? Хороший вопрос. Значит, выходили ли мы на Дмитриева или нет, я знаю, что наши юристы в самом начале этого процесса, наши, я имею в виду, наши все юристы, да, коллеги, которые нам помогают, было написано несколько писем. А, в управление Южной дороги и в Харьковское областное управление милицией, да? Обозначу также со своей стороны, что 12-го числа, по факту того же, это уже прошло 12 дней, когда мы патрулировали, вот, на общественной организации патрулировали вокзал, областное МВД разродилось роликом, возможно, вы его видели, он расположен у них на сайте, и его пускали в СМИ, где некто, извините, по-моему, Васильев, начальник громадской беспеки Харьковской области, или Харькова, не знаю точно, показал четверых сотрудников милиции, да, снятых в разных залах, одних и тех же, да, еще раз подчеркиваю, одних и тех же четверых сотрудников милиции, снятых в разных залах вокзала, и сказал, что у нас все под контролем, милиция все контролирует, а то, что там общественники собираются и контролируют вокзал тоже, ну, да, они тоже имеют право. Обращаю ваше внимание, в этом ролике были еще указаны и показаны два патруля Национальной Гвардии. Национальная Гвардия действительно патрулирует вокзал. Это ровно два патруля. Два патруля по три или два человека. И до этого. То есть про усиление, да, то есть ЛОМ перестал контролировать, мы сюда пригласили Национальную Гвардию, про усиление речь не идет. Раз. Национальная Гвардия не патрулирует вокзал ночью. Поэтому вот эти вот заявления, что у милиции все под контролем, а граждане нам не о чем беспокоиться, ну я бы сказал, несколько некорректно. Это мягко сказать. И туда же относятся комментарии на сайте, где они говорят, что мы, граждане, все объяснили по поводу патрулиров. Это же информация, да? Да, да, да. А теперь насчет других вокзалов. Насчет других вокзалов, да, отвечу на ваш вопрос. К сожалению, мы не можем охватить всю территорию ЮЖД. Инфраструктура ЮЖД в Харькове и Харьковской области просто гигантская. Южные вокзалы – это один из самых основных стратегических объектов. Все остальные вокзалы, скажем так, если будет какая-то информация, естественно, будем включаться. На данный момент монитория ситуации пока, по крайней мере, там не вызывают никаких, ну нету никакой такой обостренности на этот счет. Потому что вокзалы находятся, как правило, в черте города, и они там более-менее перекрываются маршрутами патрульных. Также я добавлю, что вот сейчас мои коллеги говорили о том, что у нас есть на горизонтальном уровне сотрудничество с Ленинским РВД, которым в нагрузку перевалили, да, этот объект, вокзал такой очень немалый. Действительно, у нас есть с ними взаимодействие, но опять же, это на горизонтальном уровне. То есть официально, я не знаю, это не разрешено и не запрещено. Милицейские чины никак не реагируют на это. Усиление на данный момент не происходит как таковое. То есть мы вот константируем этот факт. Такая странная ситуация происходит уже, сегодня уже 19-е число, да, 19 дней. Никаких действий со стороны МВД по усилению этих патрулей, да, по усилению сил правопорядка на вокзале мы не наблюдаем. Что происходит на других вокзалах, извините, я не знаю. Но думаю, ситуация точно такая же. Хороший вопрос. Олег ответит. Смотрите, члены громадских формуванций охороны громадского порядка, согласно Уставу и согласно закону Украины про участь грамотян в охороне громадского порядка и державного кордона, мают права и обовязки. Одним из их прав является возможность применения, ношения и применения специальных средств. Специальных средств вплоть до, как бы, то, что называется специальные средства травматического действия, то есть до пистолетов, которые имеются с травматическим действием. Но поскольку там патрулиют еще работники милиции постоянно, то работники милиции патрулируют с оружием. Единственная, как бы, проблема, что этих работников милиции недостаточно для того, чтобы закрыть все темы. Все острые ситуации, естественно, все острые ситуации выходят патрули с милиционером и с гражданскими активистами. У нас есть разрешение на применение и ношение спецсредств. А что это значит? Это значит баллончики, резиновые палки, там все остальное. У нас, ты батальон, у вас журтба, если это, можно сказать, вооружен только в бронежилете. Ну, как бы, у кого, кто имеет право, то есть члены громадских формуваний, захороны громадского порядка, те, как бы, имеют право на ношение спецсредств. Я могу сказать, ну, по поводу этого, когда мы в первый день выехали, мы приехали на вокзал, увидев место, там сиделось две девушки с объявлениями отправка или там автобусы на Луганск и Алщик, ну, мы сразу же решили поставить палатку вон-то на этом месте, ну, правого сектора. Я, честно вам сказать, у них был ужас в глазах, что ж теперь делать, как же быть. Мне понравилось это реакция, но если бы мы вышли потренировать с оружием, ужас бы был в глазах уже милиционеров. То есть, друзья, смотрите, я сейчас попытаюсь, может, мы не совсем точно донесли, значит, что сейчас происходит на вокзале. Это не 20-30 сотрудников милиции, которые были раньше, постоянно, круглосуточно, да, контролируя вокзал и прилегающие территории. Это 4-5 сотрудников Ленинского РВД, как правило, это участковые, которых предприказом, да, послали туда. И 20-25 наших активистов. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали слово, это провокация, да, вот в начале, вы сказали. Возможно. Что произошло у нас с ГАИ, да, их вывели в водостатку, но они продолжают работать до появления патрульной службы. А что здесь, я так не могу... У меня давно уже было... Это вопрос, который мучает нас всех. Я могу в каждой патруль поставить одного бойца в право оси. Мы сейчас о другом идем речь. То есть, как это все понимать? То есть, это их провокация? То есть, они должны были отработать, пока не появится новое что-то? Или как вот я не могу понять? Ну, вот смотрите, отвечу вопросом на вопрос, но я думаю, он будет вам понятен. Сначала сняли с вокзала милицию. Потом, в общем-то, эта тенденция пошла по всей территории Харьковской области, что касаемо железной дороги. Сегодня я получаю такую интересную информацию. Ну, примерно где-то минут 30-40 назад. Автобус, рейсовый автобус Харьков-Северо-Донецк. Проезжая Купинск, стандартный блокпост, на котором всегда проверялись документы, досмотрелся багаж, вот не был даже остановлен. Начинаю выяснять, оказывается, блокпост находился в ведении Купинского РОВД. На блокпосту никого нет. Как это можно расценивать в условиях того, что мы являемся фактически префронтовой областью? По-моему, тут комментарии уже излишни. Друзья мои, мне хотелось... Как на это реагировать? Я думаю, что у власти точно есть понимание. Мы сейчас с Серегой только что говорили, потому что вы посмотрите на охрану здания облах администрации. Оно не менее стратегично, чем здание Южного железнодорожного вокзала. Правильно? И нету никаких вопросов. Друзья мои, я хотел на вас вопрос попытаться ответить. То есть я сказал провокации, возможно, в эмоциях. Этот вопрос, наверное, нужно адресовать нашей областной и городской милиции. Пусть они ответят вам, что это такое. На наш взгляд, опять же, на наш взгляд, это как минимум некомпетенция. Некомпетентность некоторых сотрудников. Я могу на этот счет сказать несколько по-другому, потому что, как еще говорили китайцы, не доведи Бог жить нам в эпоху перемен. И если сейчас там происходят реформы, естественно, появляются какие-то слабые места. Но опять, милиция как профессионалы должны были это учесть. И, по крайней мере, как-то предусмотреть эти все вопросы. Но и даже на сейчас, я даже хочу сказать по-другому. Даже если вот такая ситуация произошла, и вот мы включились, не видим никакой поддержки со стороны милиции. Вот нас всегда упрекали в том, что мы там как-то пытались очернить. На данный момент мы делаем нужное и важное дело, правильно? И все прекрасно понимают, что если оставить патриотов в нынешней ситуации в таком вот таком, возможны провокации. Ну просто присутствие патриотических сил на вокзале, может быть, ну... Они по большому счету не защищены. Вот мы только что говорили. Нету ни оружия, нету ни спецсредств. Этот вопрос можно было бы уже тоже как-то там... Скажите, пожалуйста, в этих областях тоже нет милиции на вокзале? Мы не имеем этой информации. И второй теперь по вчерашнему случаю. Почему вы не вызвали милицию? Многие правозащитники считают, что да, ну, есть ситуация с вот этими игровыми нелегальными словами. Это действительно преступление, да? Но, тем не менее, вы тоже нарушили закон, да, устроили самосуд, что надо было вызвать все-таки милицию, чтобы они этим занимались. То есть вы хотите сказать, что инструкция милиции с первого числа дала возможность обустроить этот игровой залог? Нет, 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 в любом случае. От этого он не работал? Нет, 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 нет. Милиция просто не знала. Олег, скажи, пожалуйста. А, вы как бы не правы. Милицию вызвали, и милиция приехала, и как бы, если вы видели запись, я не знаю, что она делала. Они как бы, нет, они описывали, пресекали там всех, опрашивали, почему нет. Они делали свое дело и делали его хорошо, насколько я понимаю, это все. Просто инициаторами выступила общественность, насколько я тоже понимаю. Харьковский колесец, 15-й, скажи, пожалуйста, могли бы вы прописать территорию, которую вы держите по контролю, приблизительно, да? Значит, территория. Это Южный вокзал, это привокзальная площадь с прилегающими окрестностями до улицы Красноармейской, с одной стороны, до Полтавского шляха, с другой стороны. И дальше за этим самым, за территорией за 6-й платформой, до улицы, которая проходит за 6-й платформой. Переходы верхние, да, переходы верхние, с платформы, подземные переходы, часть технопарков, те, которые становятся потом, ну, этот новый терминал. Патрули наши заходят на новый терминал, патрули заходят на территорию Харьков сортировочной. А вот автовокзал, который прилегает... Ну, это новый терминал называется, да, да. То есть это объединенный там автовокзал и как бы и электричный. Тегофил, кстати, будет надержан на 26-й платформу. Ну, смотри. А что это, вот, руководство вокзала? Они сначала как-то, ну, в шоке были? Нет, руководство вокзала было сразу первым. Они были очень рады предложению. Выделили помещение для штаба народного патруля. То есть выделили помещение, как и руководство Южной железной дороги, так и руководство вокзала. Естественно, поддерживает полностью эту инициативу, потому что для них это, как бы, на некоторое время снимает остроту беззащитности, остроту возможного совершения преступлений, теракта и всего остального. То есть, поэтому... Скажите, пожалуйста, у вас вот группа из 20 человек, которые вы говорите, выходит. Это на сутки полностью или какой-то есть режим смены? Не может. По 12 часов. То есть по 12 часов вот эта группа... Ну, каждый, каждый сами принимают решение. Ну, ну... Есть ли какой-то единый градиционный центр? Да, есть штаб, штаб народного патруля. Он находится в районе гостиницы, ну, на вокзале. Это все знает. То есть есть штаб народного патруля, который находится на вокзале, в помещении, выделенном управлением Южной железной дороги и начальником вокзала специально под эти цели. А скажите, вот если у пассажиров вокзала, да, появился какой-то вопрос или кто-то что-то где-то украл, да, куда ему идти, где ему это найти? Все-таки вот как-то есть объявления на вокзале? Да, есть объявления. Есть постоянно патрули действующие, они ходят, ребята, с повязками, ну, охоронного порядка или с повязками народной патрули. К ним обращаются, они организовывают, если это преступление совершено в отношении гражданина, они организовывают связь с работниками милиции, которые находятся на дежурстве, либо с дежурными частями Ленинского, Октябрьского РУВД, которые, как бы, прилегающую территорию контролируют. Скажите, что получается, остались без транспортной милиции, без сами поезда, не электрички? Ну, на вчерашний день у меня была информация, что в поезде, по-моему, Чайка, если я не ошибаюсь, 16 краж. До этого 16 краж было в течение года. Ну, насколько вы понимаете, сейчас, то есть, ну, вообще, поезда и кражи – это больная тема, я как бы понимаю, о чем говорю. То есть, они всегда были, их, благодаря тому, что транспортная милиция все-таки патрулировала, удалось сократить в значительной мере. Ну, они как бы были единичные. Сейчас, естественно, если эти поезда остались без прикрытия, то, естественно, кражи увеличатся. На самом деле, железная дорога тоже предпринимает меры, у них есть своя, там, охранная структура в их составе. Они как-то пытаются этот будет вопрос закрывать. Но единственная проблема, что все это случилось внезапно. Вот у нас в Алане Южный пост, волонтеры Южного поста и люди, которые помогают волонтерам, там, охраняли там общественный порядок, на Южном посту, пришли в один прекрасный день без объявления, без уведомления, без ничего, милиция просто не вышла на патрулирование. В результате чего, естественно, все же пошли узнать, что же там случилось в милиции. То есть пришли в милицию, оказывается, их вывели за штат, они проходят переаттестацию, их, короче, готовят к новой, к реформе. Кого-то там увольняют, кто-то и опять идет. То есть это большая проблема. Почему? Потому что, ну, к сожалению, этот момент не был перекрыт до создания новой полиции, которая должна патрулировать патрульной полиции, и ликвидации транспортной милиции, которая уже патрулировала. И поэтому получился с дырка, которую заполнили, ну, по своей инициативе, по инициативе тоже железной дороги, активисты общественных организаций Харькова, которые, ну, и громадский формул, и захороно-громадский порядок. Естественно, мы почему и проводим пресс-конференцию, мы хотим обратиться к властям, обратить внимание на этот вопрос, и как можно быстрее его ликвидировать до того момента, чтобы граждане, которые проезжают через вокзал, чувствовали себя в безопасности. Поэтому, собственно, насколько я осведомлен, то есть было направлено письмо голове Харьковской областной державной администрации ранее, но ним поручение дано соответствующим службам заняться. Я думаю, что этот вопрос, как бы, в ближайшее время будет снят. Но, тем не менее, общественность должна контролировать, как бы, хотя бы общественную безопасность в нашем городе. Скажите, пожалуйста, вот на территории вокзала было огромное количество различных мелких преступлений. Это был центр схода бомжей, алкоголиков, различных криминальных элементов. Какая ситуация сейчас? Ну, как бы, сейчас ситуация, несколько криминальных элементов, увидев количество патрулей, и увидев, кто патрулирует, что люди, как бы, совершенно более уже серьезные. То есть они... То есть они тоже ждут возвращения в республике? А нет, они как бы, как бы, они в этом... Похоже, вам надо оставаться там. Друзья мои, возможно, нам и надо там оставаться, но давайте смотреть правде в глаза. У нас есть структуры, которым мы, как народ, платят деньги, да, за то, чтобы они работали и защищали нас, как народ. Вот. Ну, на сегодняшний момент ситуация просто парадоксальна. Эти структуры не работают, или работают недостаточно, давайте назовем таким образом. А народ защищает сам себя. Правда, какая-то странная ситуация. Это напоминает так, весну 2014 года в городе Хайкове. Когда у нас милиция стояла, а приезжие из туристов, у нас тут, из России, у нас тут русскую весну делали, да? А милиция отсутствовала как вообще. Вы от ваших объединений в кандидаты мэра никого не будете? Неожиданный вопрос. Наша задача сделать так, чтобы любой мэр, который придет на это место, четко осознавал ответственность перед Харьковчанами, что есть силы, которые могут, в конце концов, задать вопрос. Как же будет? Скажите, ну все-таки, вот, есть такое внутреннее желание. Может быть, вы распространите ваше влияние на другие вокзалы, скажем так? Ну, вопрос... Чтобы уже было более сполна. На вопрос на том, что в Харькове существует же не так много вокзалов. В Харькове вокзалов это основа вокзал. Потом, значит, у нас есть... Автовокзалы, что лучше не паспортно? Автовокзалы патрулируются милицией. Автовокзалы патрулируются. Мы говорим сейчас о транспортной милиции. То есть, это как бы основа, это Левада, это... В основном не происходят все взрывы, ребята. Ну, закладываются. Нет, на основе, как бы, происходят некоторые вещи, которые касались, там очень огромный технопарк. То есть, там отстой большой, там цистерны загоняются с топливом. Почему там? И очень удобная территория для подхода. Она как бы малолюдная. Но после, как бы, этих взрывов, там некоторые меры безопасности были приняты достаточно эффективно. Если вы видите, сейчас взрывов нету, но это уже не наша проблема. То есть, это проблема соответствующих службам СБУ, МВД, которые там работают. Если, собственно, мы сейчас проведем заседание штаба охраны общественного порядка совместно с милицией и с другими представителями, с представителями властей, значит, следовательно, если нам нас попросят помочь в охране общественного порядка на основе или еще где-то, мы, естественно, поможем в силу своих сил и средств. Но пока что речь идет только о том, что территория от самого большого вокзала, это место, через которое ворота города, она осталась, эти ворота остались открытыми. И для того, чтобы, как бы, в ворота не заходили сюда ни преступники, ни террористы, ни хулиганы, ни бомжи, мы, короче, как бы эти ворота немножко контролируем, кто через них ходит. Вот. Естественно, это все делается в рамках действующего законодательства, естественно, это делается в рамках сотрудничества с МВД и с властями. Мы открыты для сотрудничества и хотели бы, чтобы в нашем городе все-таки наступило единство мнений, мы перестали, наконец, друг друга там как-то мешать жить, мешать работать, а все объединились для блага наших граждан. То есть наша задача не указать на недостатки работников милиции, и, как бы, наша задача наладить дело так, чтобы была безопасная жизнь в городе, для того, чтобы исключить возможности террористических актов, для того, чтобы исключить большинство возможностей техногенных катастроф и прочих-прочих преступлений, создания там ОПГ и всего остального. Сергей, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, были ли организации, которые отреагировали самыми первыми? Да. Самыми первыми, самой первой организацией, которая отреагировала на эту проблему на Южном вокзале, это был правый сектор. А еще? О ОБСЕшнике каким-то образом? А, вы про это? Да. Да. В понедельник утром на Южный вокзал приехали представители ОБСЕ в количестве трех человек, если я не ошибаюсь. Это первая организация, притом такая иностранная, да, которая приехала на вокзал и поговорила с нашими патрульными, попыталась понять, что происходит. Сделали, наверное, какие-то свои выводы и уехали. То есть, обращаю ваше внимание на интересную ситуацию. Ни городские, ни областные власти на вокзале не появились, а приехала ОБСЕ, которая, в общем-то, славится у нас непоспешностью в действиях, да? Тоже интересно, правда? Давайте назовем это взвешенность. Взвешенность, да. Они даже привезли инструктора, который нам помог обучить наших бойцов, патрулицов. А то есть? Ну, среди сотрудников вот этой его делегации ОБСЕ был один полицейский. Ну, профессиональный полицейский в прошлом. Да, он дал там несколько полезных советов нашим ребятам. Обращаю ваше внимание, мы же не профессионалы. Мы же такие граждане, как и вы все. Это не наша работа. Но мы ее обязаны делать, потому что некоторые ее не делают. Те, которым мы платим, как народ, деньги. И вот это вот возмущает больше всего. Я хотел бы, чтобы вы этот тезис донесли. Ну, есть еще одно уточнение, которое как раз вытекло из вашего построения. Вы остаетесь в общественной организации. Да. У вас нет никаких полномочий официальных? У нас очень есть. Даже если там просто запихивают наркотики в ротку добровольных, нет такого. Вы считаете, что возможно ваше действие? А вы считаете, что это возможно? Вы скажите, что это происходило. Как законопослушный гражданин, я бы первым делом назначила решение. Отлично. Ну, то есть на протяжении какого времени? А по законопослушной организации профессиональной. Хорошо. Я проследила. Прибыла ли милиция в облике. Приняла ли они окружность. Арестовала ли она это заведение. Да. Нависала ли замки и пломбы для расследования. Поскользили уголовное дело. Скрыта ли всю почку поставок на то, что лежать в бюджет или с пайком. Смотрите, мне очень приятно, что есть такие люди с такой гражданской позицией, как вы. Смотрите, вы действуете в силу своих возможностей. Правильно? Но вы сами понимаете, что есть такие преступления, которые в конце концов уже стоят поперек горло всем харьковчанам. И все знают, что они не... Ну, то есть как бы все о них знают и никто ничего не делает. Может быть пора прекратить поставить точку в этом во всем и показать милиции, что-то, то есть как бы когда говорят нет, мы не можем поймать, мы можем, пожалуйста. Или же хорошо, давайте, 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 ну, взглянем на историю. Знаете такое понятие комботан? Когда громада сама имеет право защищаться. Я прошу прощения. Для того, чтобы, ну, если не реагируют власти, если не предпринимаются должных мер для обеспечения безопасности, почему сами граждане не могут... Мы обычные граждане, такие же, как и все. И я еще раз хочу, ну, подчеркнуть, что да, наши действия, может быть, зачастую не соответствуют букве закона. Но законы в нашей стране писаны для определенной когорты людей, которые защищают сами себя, а не для обычных граждан. И самая главная наша оценка, это, ну, нашим действиям, должны давать общество. А общество, насколько я вижу, все-таки поддерживает нас. Посмотрите на все те акции, которые были проведены. Вот сейчас, если говорить о тех автоматах, те таксисты были просто, ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Вот о чем говорить? Если все все знают, работают автоматы, они запрещены. Но они работают, все о них знают. Это посреди белого дня, посреди улицы. О чем говорить о более каких-то жестких преступлениях? Подождите, они же ледовали у руководства шеф-бокзала, что это помещение. Отлично. Вот на эти вопросы теперь пускай все и отвечают, как это случилось. Потому что до этого было все шито-крыто. И никто об этом ничего не знал. И все закрывали глаза. Наша задача вынести это на суд общественности. То есть привлечь внимание. Привлечь внимание. А я хочу сказать, знаете, действительно, может быть, это выглядит достаточно, ну, я думаю, это мягкое слово для оценки этих действий. Как по-другому, скажите? Как по-другому привлечь внимание? Как по-другому заставить чиновников отвечать за то, что происходит? Я думаю, такие действия побыстрее приведут туда милицию. Вот, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Я еще хочу, знаете, напомню, где я застала то время в соцсетях, когда были добровольные народные дружины. Они были рабочие предприятия, студенты организовывались. Это была организованная властями, тогда что-то, да, помощь милиции. Добровольные народные дружины. Как вы считаете, вы можете, вот, так сказать, продолжить эту эту... А зачем? Зачем мы говорим, можем или не можем? Мы показали, можем или не можем. Надо формализоваться, надо организоваться. Можно, я ответил. Я ответил. Вы, наверное, немного не уловили суть этого проблемы в самом начале, когда мы отслучивали. Нет, вы не уловили. Стоп, 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 стоп. Вы не уловили суть проблемы. На сегодняшний день два громадских формувания в лице громадской самообороны и Харьковского громадского формувания с охраной громадского порядка и державного кордона подключились к этой работе. И основная масса людей, которые патрулируют вокзал, это члены громадских формуваний, которые имеют права и обовязки, сгідно до закону Украины про участь громадян в охране громадского порядка и державного кордона. Значит, члены громадских формуваний, вот я как бы отвечу на ваш вопрос, вот у меня здесь виписка из Устава, то есть там переписан закон, мают, подчас своих обовязков из охраны громадского порядка, мают право вимагать от громадян до державного права порядка припинения адміністративных порушений и злочиней. В разе виникнення підозрюю в чинене адміністративных правопорушений и злочиней, переверять у громадян документы, что посвідчивать их особу. Разом с працівниками в милиции доставлять до органов внутренних прав штабу формування або громадского пункта охорони порядка осіб, який виявлений злісно непокору, законным вимогам членам формування, навековать вимог, чтобы припинение адміністративного правопорушения. Это законно говорить о правах. Складать протоколи про адміністративные правопорушения. Входити до клубов, кинотеатров, стадионов и других громадских мест, примещений за згоди власника или поноваженого органа для переследования правопорушения, який переходит, або припинение адміністративных правопорушений или злочиней. В невидкладных випадках використовувати транспортні засоби для борьбы з преступностью. В разі порушення водіям правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'я громадян, вживати заходи про припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів, щоб або перебивати у стані сп'яніння до подальшого керування транспортною засобою. Застосовувати під час виконання обов'язків члена формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, володіння якої він перебуває. Дев'яте. Застосовувати встановленого порядку заходи фізичного впливу, спеціальний засоб, або індивідуального запису та самооборони. Або це закон? Це закон України про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону. Він від 2000 року з доповненнями і роз'ясненнями. Там є права членів громадських формувань. Друзі, ще якісь питання? Друзі, скажіть, будь ласка, ви підполагаєте підтримування з собаками? На що на таскані? На що на таскані? Нет, собак у нас спеціальних на таскані на наркотики, нет. Це не наші капітенція. Це обычний бутовий вопрос. Глеб, знаєте, яка інтересна ситуація получается по вашим вопросам. Тобто, є граждані. Тобто, все члени наших організацій, наших союзників – це граждані України. Тобто, ми що должны? А? Полністю працювати за милицію. Натаскавати за свої гроші, підготувати собак, щоб искати наркотики. Ворожувати за свої гроші. Для нас це опыти, ми з нього будемо робити виводи. Тобто, це перший опыти патрулірування спецідування, яке ми проводимо з нашими побратимами. По-перше, це неплоха координація між нашими структурами. По-перше, естественно, наприклад, є казачіство, з якого можна брати примет. Тобто, люди значально вийшли, завели журнал дежурно. Тобто, кожен дежурний пишет рапортал. По-после дежурства, як провел дежурство. Ну, а ще якісь таких вещей, о которых ми, ну, раніше, скажімо так, ми об цьому не знали. Будет ли патрулірування з собаками? Чого нет? Може, так буде. Федорівський, представьтесь, пожалуйста. Я Белого Федорівського, обглавляю общественну організацію «ЩИТ-520» і являюсь також членом самобороны города Харків. Так точно. Так вот, уважаємая гражданка задала вопрос. А возможно ли, журналист, возможно ли нам організувати... Хорошо. Ну, що-то подобне. Так вот, якщо ми з вами знаємо Конституцію, і п'ятуї статтію Конституції, яка гласить, що єдиним джерелом влади є народ, і виконується владу безпосередньо або через президентівський орган. Таким образом, ми вправи с вами самоорганізуватися в районі локальному, в мікрорайоні, всього всіх районів 9 міста Харківа, і самостоятельно під протокол собрання создати народну дружину в допомогу в самообороне і тем подразделенням, які є в нестаніюю охватити всі двори, всі мікрорайони. Якщо ви в 5-100 утра пройдете по любому мікрорайону Салтовки, ви увидите там наркоту, п'ять і рвань. Вечером, после 12-ти, починається вся. Правда? Тому, через самоорганізацію населення, через домовий комітет, через советы району ми решили... Друзі, можна ще сказати? Друзі, можна ще сказати? Позвольте, я потом ваш вопрос. Рано чи поздно возникнет вопрос, як довго ми можемо це робити за свої средства, за личне время наших колег, побратимів. Друзі, я не знаю. Ровно до той поры, поки власть города і області не закроєт цей вопрос. Есть ли для этого средства у них? Я думаю, що є. Обращаю ваше внимание, що є несколько подразделений милиції. Наприклад, батальйон «Харьков-1», батальйон «Слобожанщина», батальйон «Східний корпус». Есть подразделения нацгвардії в Харьковской області, розквартировані. Це сили, які реально можуть закрати цю проблему для охраны інфраструктурою Южної железної дороги по всьому Харькову. Вопрос, що ми об цьому говоримо, що ми об цьому думаємо, а те, хто у нас поставлено решати ці вопроси, не займаються цей темою. Откровенно кажучи, сьогодні 19-е часу. 19 днів цей вопрос не решається. Це возмущається. Тобто Дмитриєв не відповідав на ваші письки, правильно? Задайте цей вопрос Дмитриєву. Але він вам відповідав или нет? Ми ж должны щось сказати. Ви ж не побачили? Ви видели какую-нибудь реакцію от господина Дмитриєва? Ну я ж не знаю, може ви звонили. Ну ви ж ж журналістите. Подожди. Ви конкретно на свій запрос получили? Насколько я знаю, нет. На сьогоднішній день просто я хочу... Просто сам Дмитриєв находился в отпуске, поэтому... Но є помощники, замістили? Нет, ну замістили. Офіційна відповідав. Ще раз повторяю. 12-го числа некто Васильєв на сайте МВД разместил... Как это сказать? На этой не пресс-конференцій, а это выступление, да? Где он сказал, что у милиції все под контролем. Ну правильно. Может есть? Мы же есть, мы помагаем. Да, извините, я... Скоро день города и день независності. Подожди, как будет? Уважаемые друзья, позвольте ответить. Да, я понял ваш вопрос. Уважаемые друзья. Общественній організацій города Харків. Вот все, которые здесь представлены, те, которые не представлены сегодня, не смогли прийти по каким-то причинам. Мы этим занимаемся всегда. Выборами, не выборами. С милицией, без милиции наши люди всегда занимаются этим вопросом. Потому что это наш город, это наша страна, мы граждане. И мы считаем, что... Это не наша обязанность, конечно, да? Но... Как это правильно сказать? Долг. Патрулировать, да? Это наш гражданский долг. Патрулировать или не патрулировать, каждое подразделение будет принимать решение самостоятельно. Я могу сказать, что патрулирование не всегда может быть эффективным. Но то, что мы будем держать ситуацию под контролем, и уже не единожды доказывали, что всегда в каких-то горячих местах мы появляемся. Патрулировать. Я могу ответить на ваш вопрос. Значит, смотрите. Вчера мы обсуждали вопросы областной администрации, управления массовой коммуникацией. Они приглашают нас поучаствовать в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. То есть, которые будут 22-го, 23-го, 24-го числа. Перед этим этот сводный отряд охраны общественного порядка всех общественных организаций на майские праздники, насколько я помню, мы выходили на патрулирование. Собирал тогда Дмитриев УВД всех. То есть, всем ставились определенные задачи. Все принимали в них участие. То есть, как это будет организовано сейчас, ну, я думаю, сейчас это будет сегодня уже организовано после выхода этого ролика пресс-конференции. То есть, мы как бы всегда готовы принять участие в хорошем деле, то есть, обеспечить безопасность и спокойствие харьковчан. Мы этим занимаемся давно. И, как сказано, мы этим занимаемся для того, чтобы наш народ чувствовал, что в стране есть порядок, в стране есть все-таки какие-то правила игры и мог заниматься каждый своим делом. То есть, отдыхать на празднике, гулять с детьми и все остальное. То есть, поэтому, пока что такая доваренность есть, дальше это будет организовано уже технически. Спасибо. Спасибо большое. В этом случае вас упоминают, у вас есть с ними как бы контакт? У нас есть полный контакт. Мы работаем просто... Ситуация с вокзалом? Она получилась несколько, я скажу, она сумбурная. Почему? Раннее управление транспортной милицией не входило в областное управление милицией. Это была отдельная структура, завязанная на Киев. И, насколько я понимаю, когда уже было принято решение о прекращении его деятельности, то это была несколько нестыковка вот именно такого времени реформ. Поэтому с областным управлением у нас есть ассистент. На всем ушей волосы. На всем ушей волосы. Удачи!